Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMoney. И сегодня у нас будет небольшое видео, которое будет дополнение к предыдущему ролику, в котором мы сравнивали инструментальный выход внешней звуковой карты с D-Box. И сразу первый вопрос, что это за D-Box? Это D-Box AMT-RD2. Опять же говорю, это не реклама. Вот есть коробка. В коробке есть чеки. Как я уже и говорил, нужен он мне как реампер. Для чего мне нужен реампер? Скоро приедет мой новенький SL-LD от компании R&R, и я хочу использовать его вместо VST-плагинов. Но когда я попробовал использовать его как D-Box, это был просто разрыв шаблонов. Я и догадываться не мог, что инструментальный вход моей звуковой карты Toscom настолько плох. Это мой первый, пока единственный D-Box, других я просто не пробовал. Я сейчас общаюсь с одним человеком, который, как он говорит, разбирается в этом вопросе. Он пробовал несколько D-Box, и этот тоже. И в сравнении этот D-Box показал себя не очень хорошо. Так что, как говорят, это на самом деле не самый качественный D-Box. Поэтому я вам не говорю, покупайте именно вот такой. Еще я слышал такое мнение, что D-Box хороший, не может стоить дешевле 10-12 тысяч рублей. И в тех видео, в которых я смотрел со студии звукозаписи, не было именно D-Box AMT, были другие. Но когда я попробовал именно его, это был разрыв шаблонов. Наконец, я от своей гитары добился того стеклянного звука, который добивается от гитар Fender. Даже тупо сравнивая DI-сигналы, ну это просто небо и земля. Я ведь раньше как думал, если есть внешняя звуковая карта, а в ней есть инструментальный вход, больше ничего не нужно. Оказалось, это не так. Так, второй вопрос, на чем это записывалось. Записывалось на этой гитаре Ibanez RGR321EX звукосниматели Fokin Grizzly. Также спрашивают, активный это D-Box или пассивный. На самом деле, если вы подключаете к нему питание, он работает как активный D-Box. Если не подключаете, то он работает как пассивный D-Box. Я его использовал в режиме активного D-Box, потому что именно в активном режиме он принимает для себя меньше наводок и не украшает собой звук. Теперь про шумы. Когда я записывал через D-Box, шумов было больше. Сейчас я попробую записать и дам вам послушать. Разницу в количестве шумов слышно только на большом high-gain. Но на самом деле, этот шум не очень критичен на уровне полезного сигнала. Еще был очень интересный вопрос. А что будет, если играть на активных звукоснимателях? У меня есть гитара с активными звукоснимателями ENG8185, и я попробовал сравнить. Но на самом деле, тот сигнал, который выходит из активного звукоснимателя, нужно втыкать не в инструментальный вход, а в линейный. Он идет уже сразу подготовленный для записи в линию, в отличие от пассивных звукоснимателей. Так что я попробовал сигнал из EMG записать через D-Box, попробовал записать в инструментальный вход и попробовал записать в линейный вход. И во всех трех случаях звук очень и очень похожий. Давайте с вами послушаем одну запись DI-ного звука. Не будем сильно это растягивать, но чуть-чуть послушаем, и вы сами поймете, что разница гораздо меньше, чем при работе с пассивными звукоснимателями. Ну что ж, друзья, вроде я ответил на все ваши вопросы. Если вам было интересное видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, он ждет много всего интересного. Если хотите поддержать канал, все ссылочки будут в описании под этим видео. Подписывайтесь на мою страничку в Instagram, ссылочка будет там же в описании. Ну а меня зовут Сергей, и это канал Guitar Mania. Всем позитивного настроения. До встречи на YouTube. Кстати, если вы еще не ушли и досмотрели до этого момента, знайте, у нас скоро будет розыгрыш вот этой гитарки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!